Среда, 7 августа. Вы смотрите выпуск новостей вот так кратко. В студии для вас работает Алла Перумова и вот главное к этому часу. Как минимум 5 человек погибли, еще 28 пострадали. Число жертв и раненых гражданских в ходе атаки на Курскую область продолжает расти. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов призвал жителей сдавать кровь и эвакуироваться из опасных зон. Утром в Курской области снова была объявлена ракетная тревога. Официальный Киев свое участие в этой операции не подтверждал. Ночью множество взрывов слышали жители одного из городов области – Курчатова. По крайней мере, об этом пишут местные паблики и публикуют видео, снятое наружными камерами наблюдения. В городе, расположенном на расстоянии 70 километров от границы с Украиной, находится Курская АЭС. Смирнов заявил, что все ракеты ночью были сбиты, а военкор российского госцелерадиохолдинга ВГТРК Александр Сладков предположил, что именно АЭС может быть целью операции. А зачем ВСУ нужна Курская атомная станция? Пригодится, вариантов много. Первое – потребовать отдать им Запорожскую АЭС, и тогда они уйдут с Курской. Второе – потребуют вывести войска из Украины, в противном случае они подорвут Курскую АЭС. Артиллерии и ракетами ее взорвать невозможно, вызвав гигантскую катастрофу. Вывести Курскую АЭС из строя, безаварийно, сделав ее нерабочей, тем самым лишив Россию этого крупнейшего источника энергии. Но главное – враг уже наделал шуму, показал спонсорам войны свою результативность и нашу несостоятельность закрыть границу, к тому же на угрожаемом участке. Рано утром российские военкоры и Z-блогеры сообщили о взятии украинцами российских сел Свердликово, Дарьино, Николаево-Дарьино в Курской области и продвижении вглубь российской территории на 5-7 километров. С 10 часам утра глубина вторжения достигла уже 15 километров, по их данным, а число захваченных населенных пунктов приблизилось к полутора десяткам. Еще раз подчеркну, Украина информацию о введении своих войск на территорию России никак не комментировала. Успешную операцию на Тендровской косе в северной части Черного моря провели с 6 августа спецназовцы подразделения «Артан» и морского центра главного управления разведки Министерства обороны Украины. Десантная группа под покровом ночью уничтожила вражескую технику, разрушила фортификационные укрепления и нанесла урон личному составу российских войск. «Артан» и морского центра. Жилой квартал в центре Херсона ночью обстреляли российские войска. Ранена женщина, она чудом уцелела. В ее спальню в момент обстрела влетел снаряд от града. Повреждены три многоэтажки и дома в частном секторе. Также на местах прилетов вспыхнули пожары. Жители Херсона говорят, этот участок под обстрелами постоянно. Только за последний месяц россияне атаковали центр города трижды. «Была кровать, ее уже выкинули. Вот такой прилет. Не окон нет. Все, вот такой прилет. Хорошо, что тут стоял телевизор. Телевизор прикрыл, меня ранило в голову. Ну ничего». Подробнее о ситуации в Херсоне вы узнаете в вечернем выпуске программы «Вот так». Наши херсонские коллеги готовят репортаж с места событий. Камала Харрис официально стала кандидатом от демократов на выборах президента США. Об этом она заявила на митинге в Пенсильвании, одном из ключевых штатов на предстоящих выборах. «Я стою перед вами, чтобы объявить, что теперь я официально являюсь кандидатом в президенты Соединенных Штатов от демократической партии. Теперь нам предстоит проделать немало работы. Мы темные лошадки этой гонки. Я точно знаю, с чем нам придется столкнуться». На этой же встрече Харрис официально представила и кандидата в вице-президента демократической партии. Им стал губернатор Миннесоты Тим Уоллс. К слову, Уоллс выступает с резкой критикой в адрес кандидатов от республиканцев Дональда Трампа и Джей Ди Бенса, а также последовательно поддерживает Украину. Если вы смотрите наш выпуск на Ютубе, поддержите нашу работу. Поставьте лайк под этим видео активно, пишите комментарии и подписывайтесь на наш канал. В описании под этим видео вы найдете ссылки на все наши информационные ресурсы. Соединенные Штаты призывают Иран и Израиль избегать эскалации. Соответствующее заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен. Мы ведем активную дипломатическую работу с союзниками и партнерами. Мы передали послание непосредственно Ирану. Мы передали послание непосредственно Израилю. Наша приверженность безопасности Израиля непоколебима. Мы будем продолжать защищать Израиль от нападений террористических групп или их спонсоров. Несмотря на призывы избегать эскалации конфликта на Ближнем Востоке, Соединенные Штаты готовы в кратчайшие сроки развернуть свои силы в регионе. По словам министра обороны США, из-за атаки на американскую базу в Ираке в понедельник на Ближний Восток уже направлены несколько крейсеров и эсминцев. Отмечу, ситуация на Ближнем Востоке обострилась после убийства лидера Хамас Исмаила Ханиев в Тегеране. Иран и ливанская группировка Хизбалла обвинили в произошедшем Израиль и пообещали ответные меры. По информации Reuters, к сдержанному ответу на убийство призвал Владимир Путин. Просьба, как утверждает информагентство, была передана через секретаря совбеза Сергея Шойгу, который посетил Иран в понедельник. В то же время Тегеран настаивает на поставках России истребителей Су-35 и систем ПВО, уточняют американские СМИ. Спустя три года, как талибы вернулись к власти в Афганистане, они заявили о пересмотре границ с другими странами Центральной Азии – Таджикистаном, Узбекистаном и Туркменистаном. Известно, что в процессе будут задействованы силы МВД, Минобороны, Разведки и Министерства иностранных дел Афганистана. И формальным поводом послужило размытие границ Афганистана после наводнения. «Наши границы с Таджикистаном, Узбекистаном и Туркменистаном были смыты наводнениями. Важно то, что мы ведем работу по определению прошлых границ. И 20 дней назад мы обсуждали этот вопрос с афганским лидером». В ряде СМИ стран соседей Афганистана намерения талибов связываются с строительством канала Коштепа. Это один из главных экономических проектов правительства Талибана. Своё начало канал берет в реке Амударья, которая и протекает вдоль госграницы с тремя центрально-азиатскими государствами. Во вторник с космодрома на севере Китая была успешно запущена новая группа искусственных спутников. Проект «Тысяча парусов» открыто называют конкурентом американского Старлинка. Пекин тоже намерен обеспечить раздачу интернета с орбиты Земли. Китайские исследователи активно изучают использование Старлинк ВСУ в ходе войны, а также предупреждают о потенциальных рисках для Китая в случае военного конфликта с Соединенными Штатами из-за Тайваня. Таким образом, помимо конкуренции с проектом компании Илона Маска SpaceX, «Тысяча парусов» имеет военное значение. В ближайшие три года в рамках первой фазы проекта КНР собирается запустить 1300 спутников. Казахстан запустил систему распознавания лиц по видео на улицах с использованием искусственного интеллекта. По словам генпрокурора страны, это поможет в розыске скрывающихся от правосудия. Отмечается, что с помощью искусственного интеллекта по камерам можно найти даже тех людей, чья внешность сильно изменилась. Либо человек сам приложил к этому усилия, либо просто прошли годы. В России и Китае подобные технологии используются для выявления противников режима. Правозащитники опасаются, что это может случиться и в Казахстане. Российских чиновников не понять без помощи искусственного интеллекта. В Псковской области хотят внедрить ГОС-ГПТ. Искусственный интеллект по задумке будет переводить тексты чиновников с бюрократического языка на русский. Об этом в эфире гостелеканала «Россия-1» рассказал начальник управления цифрового развития правительства Псковской области Виталий Рахманов. По его словам, российские граждане не могут понять, что в ответ на их обращение пишут чиновники. Рахманов признался, что даже в личных беседах его самого нередко просят говорить понятнее. Чиновник уверен, что искусственный интеллект поможет решить эту проблему. В России наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусом. По официальным данным, с 29 июля по 4 августа заболело 8 тысяч человек, на 28% больше, чем неделей ранее. Увеличение числа заболевших связывают с сезонными факторами и появлением новых вариантов вируса. Несмотря на резкий рост, российские медики призывают не возобновлять массовую вакцинацию. Это противоречит рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Подразделение ООН во вторник вновь призвало все государства активизировать кампании по вакцинации из-за роста заболеваемости. Это были все новости к этому часу. Итоги дня с аналитикой и прогнозами смотрите в вечернем выпуске Вот так. Я же на этом прощаюсь с вами. Увидимся завтра в то же время.